Девушки отдыхают И поэтому нам надо, конечно, смотреть исключительно на то, что происходит в Вашингтоне, потому что все эти европейские шавки, чтобы они не кричали о том, что они готовы нанести удар по Санкт-Петербургу, им Дмитрий Анатольевич ответил, но они готовы сделать хоть что-то только когда США поводочек отпустят. Вот если они поводочек отпустят, то эти шавки начнут свою привычную тему лаять, лаять, лаять. У них нет своего оружия, которым они могли бы нанести удар по Санкт-Петербургу. Все оружие, которое у них есть, де-факто, либо системы наведения, либо непосредственно само оружие, это американское. Но в Америке то, что происходит, достаточно тревожно. Достаточно тревожно. И не случайно всех предупреждает Трамп, что за эти три месяца многое может случиться. У нас есть проблема. Мое опасение состоит в том, что в следующие 3-4 месяца мы придем к мировой войне из-за людей, которые у нас есть в правительстве. Я закончу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке. Я однозначно предотврачу Третью мировую войну, к которой мы так близки. Он думает, что он сможет закончить Третью мировую войну. Он как раз один из тех людей, который может ее и начать. И здесь очень большой вопрос, который я на самом деле, ответ на который не нашел ни у кого из западников. А что такое победа для Запада? Победа Украины – это что? Они как-то это могут сформулировать? Мир – это что? Потому что когда на полном серьезе заявляются фразы у Русулы или там Анны Елены Бербок о справедливом мире. А справедливый мир для кого? Для украинцев, для которых родина – это СССР, и традиция великой русской культуры является основной частью их? Или для националистов, которые захватили власть? Справедливый – это для кого и в чем? Справедливый – это когда всю страну, Украину превратили в концлагерь – это справедливый. Какова категория справедливости или законные в соответствии с уставом ООН? А какой мир подразумевает устав ООН? Мы не нарушили ни одного пункта, потому что напомню, что нерушимость границ по отношению только к тем странам, которые признают право нации на самоопределение, вплоть до отделения. Это же поправка 70-го года, по-моему, была. И мы действуем исключительно в рамках международного права. В отличие, скажем, по мнению многих западных политиков, от Израиля. Двойные стандарты? Нет. Ненависть. Ненависть к нам. И для нас большой вопрос. А мы как видим окончание войны? И на него у нас есть вполне чёткие, ясные ответы. Которые нам ясно сказал верховный главнокомандующий. 24 февраля были поставлены задачи. До этого они были сформулированы в декабре 21-го года в послании США. А Запад? Запад-то о чём? Маргарита Силовна. Да, спасибо тебе. Я вот на паникании была на дереве Пасовское и вообще в Одессе. А очень хочется. Одесса уже к концу 19-го века, ближе к революции, была третьей столицей Российской империи. Ни Киев никакой, а Одесса с точки зрения населения, экономической мощи и значимости. После Москвы и Питера это была Одесса. И всё, что там есть, там сделали мы. Там была первая канализация в Российской империи. И надеюсь, всё-таки ещё приедем и посмотрим. Потому что Одесса наш город. В Одессе родилась моя любимая, всех ней, наверное, любимая поэтесса Анна Ахматова. Она писала там свои первые стихи. Всё это было построено нами. И всё это наше. И дело не в том, что мы жадничаем. И дело не в том, что в нас говорит эта гордыня. Мы 30 лет плевали на то, что вообще-то всё это наше. Ну и как-то только, может быть, на кухнях друг с другом это обсуждали, что вообще как-то несправедливо, как-то нехорошо получилось. Как же это так по пьяни в 90-е. Всё это профукали, раздали в начале 90-х. Я вот ребёнком была, я не понимаю, как. Вот вы взрослые люди, всё это. Генри вообще ещё не родился, по-моему, в тот момент. Дело не в том, что у нас какая-то мания величия. Вот знаете, как это в американской психиатрии называется? Ретроактивная... Ретроактивная глорификация. Что мы задним числом, читается, что это свойственно людям, обликаем немыслимой славой что-то прошедшее только в силу того, что оно прошедшее. Во-первых, эта слава действительно была. Это история славнейшей Российской империи, славнейшего её преемника, добровольного или недобровольного. Второй вопрос, мы сейчас в историю революции не будем вдаваться, но, тем не менее, Советского Союза это всё было. Но дело даже не в том, что нам обидно, хотя мне обидно, что это было и прошло. Обидно. Что Советский Союз прошёл, что Российская империя прошла и так далее. А дело в том, что если бы они хотя бы относились хотя бы просто равнодушно, мы же даже не просили уважительно, хотя бы просто пошли бы по пути let it be, да? Ну ладно, ну пусть живут, пусть доживают вот эти русские. Они же сами говорили, Украина, что они готовятся вернуть Крым. Это что значит? Они строили укрепления, мы всё это видели. А дальше они же публично заявляли, что и Кубань вообще-то наша. Они говорили. Это Кубань, моя родная Кубань. Матушка, мы должны были с этим смириться? Мы должны были просто поднять лапки и на всё это смотреть и ждать, пока они действительно попрут на Крым, а они бы попёрли. Не зря же всё это строилось, не зря же их вооружили. Так бы и было. И в этой истории, в такой ситуации, как, помнится, если память мне не изменяет, Путин Владимир Владимирович писал ещё в своей первой книге, первая книга о нём, которая была ещё в 99-й или 2000-й год. Если драка неизбежна, бей первым. Он, по-моему, первый раз это там сказал. Вот. Это про то, что с ними. И если позволишь, буквально минуту, мне хочется сказать про нас и выступить, как мы это часто делаем, сразу с предложением. Мы во всём мире устроили такое, что во всём мире идёт перестройка, переделка, и смотреть на это чаще приятно, чем неприятно. Мы и у себя меняем правила игры в сторону их справедливизации. Помнишь, как много мы с тобой говорили о том, что для обеспеченных людей, то есть для нас с тобой, кстати говоря, надо поднять налоги. И подняли налоги. И правильно и сделали. У нас идёт такой ремонт сейчас. Но всё равно кое-где протекает. И много где протекает. Я в очередной раз призываю вернуться к сталинским порядкам и к имперским порядкам, потому что в этом вопросе сталинские порядки и имперские порядки были одинаковы, как это ни странно. И та, и другая система понимали, что лучшие в стране, элита в стране, каждый в своей отрасли, должны жить богато. Это понимал даже Сталин. Элита, ты становишься элитой, когда ты получаешь не только такой моральный почёт, но даже коммунисты понимали, что моральный почёт должен сопровождаться домом с бассейном, как у Симонова, квартирой на Горького, четырёхкомнатной, как у Симонова, персоналом, который помогает, водителем с машиной и так далее. У нас герой России получает, знаете, сколько? 80 тысяч рублей в месяц. 80 тысяч рублей в месяц – это нормальные деньги, но это меньше, чем в Москве зарабатывает таксист или официант. Это герой России. Ну, слушайте, ну сколько там героев России? Ну, неужели мы не можем? Ну, Сталин мог во время Великой Отечественной, да, и советский народ, обнищавший, голодавший, мог ну, тысячу человек лучших в стране обеспечить вот нормально. Чтобы… Зачем это нужно? Это же нужно не только для того, чтобы показать, вот, смотрите, мы можем, и не столько. Это нужно потому, что это создает мотивацию всем остальным. При царе это так решалось, при советах это так решалось. Ну, давайте к этому вернемся, пожалуйста. Я закончила? Спасибо большое. Продолжение следует...